Добрый день! Впервые в читальном зале научной библиотеки Тюменского государственного центра культуры открывается выставка пасхальных яиц работы Галины Леонидовны Медведевой. Галина Леонидовна Медведева много лет преподавала в Тюменском государственном университете. Она доцент, кандидат философских наук. Но я хочу предоставить слово автору выставки. Пожалуйста, Галина Леонидовна, расскажите нам. Спасибо, Антаркова. О своих работах. Мои работы, пасхальные яйца, посвящены, конечно же, приближающейся Великой Пасхе. И я с удовольствием выставляю эти работы именно здесь, среди своих хороших друзей, знакомых. И я хочу поделиться своим творчеством. И, конечно, я жду оценки. Внимание на мои изделия, прежде всего, они посвящены определенным темам. Первая тема – это посвящена первой неделе поста торжества православия. Это, прежде всего, событие связано с императрицей Феодорой. 1843 год. Борьба с иконоборчеством. И в этот период на соборе утверждается уже официальное изображение христианских символов. Ну, естественно, Богородицы, Иисуса Христа. И это остается уже устойчивой традицией изображения. И вот это яйцо отображает, прежде всего, имперскую идею. В виде державы. Державы. И еще второе событие связано, прежде всего, с императором Тиберием. Вы помните, когда Мария Багдалина приходит к императору Тиберию и преподносит ему яйцо. На что? На слова Марии Багдалины «Христос воскресе» Тиберия отвечает. Ну, если ваш Христос воскрес, то пусть ваше яйцо белое станет красным. И свершилось чудо. Яйцо стало красным. И мы понимаем, что красное яйцо – это символ православия, Пасхи. Но главное, конечно же, это смысл воскресения Христа. И мы дарим, конечно, традиция – дарить яйца на Пасху. И, конечно же, они украшают наш пасхальный стол. Это важно очень. И вторая тема – это Богородничная тема. Голубой цвет – символ Богородицы. И вот я так изобразила Богородицы. И несколько таких вариантов Богородицы. Ну, знак традиции. И третья тема – это райский сад. Райский сад. Пожалуйста. Это наиболее, мне кажется, такое яйцо, отображающее смысл райского сада. И розовое яйцо. Розовый цвет. Конечно же, традиция, если вы обратите внимание, традиция Карла Фаберже достаточно всем известна. И изображения есть самые разные. Сегодня формы, интерпретации. И от бисера, вышивки и прочих, конечно, техники. Я, конечно, попробовала сделать яйца из бижутерии. Потому что, мне кажется, что возможности у каждого самые разные. Поэтому я вот остановилась именно на этой технике. И самое главное, цель этой выставки заключается в том, что благотворительность и благотворительные ярмарки, которые мы организуем в Благовещенском соборе, очень важны для нас. Эти все средства от благотворительной ярмарки пойдут на развитие воскресной школы. Я вас приглашаю и надеюсь, что вы придете на благотворительную ярмарку и купите изделия не только представленные моей изделия, но и изделия нашей воскресной школы. Спасибо.